Привет! Итак, друзья мои, поехали! Ой, так весело с тобой, Игорь, да, совершенно не скучно с тобой, да, я очень рад, что Игорь наконец-то вошел в Клабхаус, я так старался, я не знаю, сколько недель, я мучаю тебя, а ты говоришь, ой, я занят, у меня дела, понимаешь, без картинок непонятно, в виде, потихоньку ты начинаешь понимать, что это такое, да, у нас был классный ночлег с тобой вчера, о, да, отлично, всю ночь, да, ну, вот, для начала, может быть, немножко расскажем о даче, вот, вводное слово, Ася, Ася, ты там? Да, привет, ну, даче, это прекрасный проект здесь на Клабхаусе, первый русскоговорящий клуб, мне очень приятно, что мне выпал такой шанс создать его, и теперь каждый день развивается этот клуб в разные стороны, все растет, очень приятно видеть интерес, и мы каждый день все серьезнее и посерьезнее подходим к этому делу, да, можем немножко рассказать про стартап-котики, тоже, я думаю, это очень важно. Да, Ася, спасибо, спасибо, Мэтт, рассказать? Да, да, пожалуйста, у тебя такая, извини, богатая история, да, и у нас мало времени, вот, ну, я предлагаю следующее, мы поболкаем здесь, не знаю, 20 минут, да, потом пригласим наших друзей из клуба дачи наверх, и поговорим, то есть, чтобы было более интерактивно. Конечно, конечно. Да, 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 я вообще всегда за краткость, и Ася, и Мэтт, перебивайте меня, и все, ребята, перебивайте, я по своим... Я-то умею это делать. О, я знаю, я тебя давно знаю. Ну, любой ВСИ, на самом деле, как вы знаете, друзья, да, он или она очень сильно профессионально деформированный, одна из частей профессиональной деформации, это то, насколько бы ты не был романтичным, ты должен быть циником. Если у тебя романтичная сторона начинает слишком сильно преобладать, и твоя фамилия не Хоровиц или не Андрисин, то, скорее всего, ты деньги все потеряешь свои, а если ты Хоровиц или Андрисин, ты можешь заниматься тем, что называется self-fulfilling prophecy, вот, и очень многие инвестиции так и работают. Ты пока не Хоровиц или Андрисин? К сожалению, пока шайфот, но ничего, ты знаешь, как бы в будущем кто знает, что нас ждет. Из очень краткого, не для того, чтобы хвастаться, а просто ответить на вопрос, почему этого чувака стоит слушать, я создал несколько стартапчиков, наверное, самый такой большой, 25 миллионов пользователей, был фотки.com, который вместе с Димой Доном, моим кофаундером, мы делали, плюс я был CEO игровой компании Epsilon Games, более 70 игр мы написали еще в 90-х годах, и продал в 2004-м компанию The Internship, и 11 лет преподавал в Беркли в Нью-Йоркском университете. А в последние 10 лет я VC, партнер в компании TMT Investments, и плюс Ангел, больше 100 инвестиций. У нас, да, спасибо, у нас очень успешный фонд, мы больше чем в 5 раз сделали свои деньги, мы были первыми инвесторами в 3 Unicorn, у нас 14 доходных выходов из 70 инвестиций. Ну вот как бы вкратце, и Стартап Котики, это такая бесплатная, добрая организация, ее легко нагуглить, у нас есть свои передачи, Мэтт вот буквально вчера был в передаче The Garage, у нас есть также передача VC Кухня, где венчурные капиталисты слушают питчи, и у нас есть мой блог Стартап Котики, где я рассказываю о стартапах. Блин, это так интересно было, и, ну, просто душевно. Спасибо, ты был классный, да. Да, мы поршали, кстати, здорово. А ты когда начал Стартап Котиков? Скоро будет год, я сидел дома, мне было дико скучно, потому что мы приняли в фонде решение, где-то месяц-полпора, что мы инвестировать не будем. Кто мог знать, что потом начнется такое безумие, что мы в конце прошлого года, по-моему, сделали 16 сделок за там 3 или 4 месяца, и сейчас бегаем по рынку. Кстати говоря, друзья, у нас порядка, наверное, 40 миллионов сейчас свободны, и мы бегаем по рынку в поисках стартапов Round Day и позже. А обычный тикет какого размера? До 5 миллионов, вот с нескольких сот тысяч для ранних компаний до 5 миллионов. Ага, здорово, здорово. Слушай, Игорь, если можешь, расскажи о себе немножко, то есть где ты родился, как ты попал в Америку, как ты вообще попал в технологию, стал предпринимателем. Мне очень интересны все эти моменты. Спасибо, дорогой. Ну, я надеюсь, что народ не уснет, пока я расскажу, и попытаюсь очень кратко. Я родился в таком райцентре в Сибири, который называется Новокузнецк, Шахтерском и Тулургическом. До 12 лет жил там, потом переехал в еще более маленький городок Старый Оскол. Он известен только тем, что Федор Емельяненко – боец ММА. И с Федором Емельяненко мы, кстати, ходили в один и тот же «Дюсш-2», но я его гораздо старше, поэтому я его не застал. А потом я учился в Москве, естественно, где еще провинциалы в России любят учиться. Служил в армии в Украине, тогда еще на Украине, теперь уже в Украине был командиром танка. И закончил... Ты был командиром танка? Да, Т-72. А есть фотки? Да-да, конечно, конечно. А сюда же нельзя, да, фотки? Не, можешь, конечно, можешь. Чуть позже, если найдешь фотки. Да-да, хорошо. Вот, ну я слишком длинно рассказываю. Я закончил аспирантуру Академии наук, Института Российской Истории, и также учился в университете Джорджа Сороса в Будапеште. И, да, 25 лет назад я приехал в Америку, и в Америке что только чего я только не делал. А в России я пока учился на кандидата наук, я подрабатывал продажей книг, wholesale, такой был, может, кто-то знает, начало пресс Боря Богоряцкий. Потрясающий человек, старый диссидент. Вот, а я продал... Это когда было wholesale books? 90-е, начало 90-х. Лихие 90-е. Ну это без... это до интернета, да? До интернета. Это было до интернета, расчеты были наличными. Я ходил с нелегальным ПМом, из которого, к счастью, стрелял только в тире. Это было в Москве? В Москве, да, да, конечно, потому что ты переносил деньги там. Ну тогда это просто были, для тех, кто помнит, начало 90-х, суммы типа там 20 тысяч долларов. Это просто были, ну, я не знаю, как 20 миллионов, наверное, сейчас, там, для 90-го, 91-го, 92-го года. Вот. И в Америке я закончил бостонский университет MBA. Не знаю зачем, но это было очень здорово. Вот. И приехал в Нью-Йорк. Я жил сначала в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Бостоне. Приехал в Нью-Йорк, стал VP в очень успешном, таком на Уолл-стрит и в Минттаун интеграционной компании. Актет. Мы построили очень много интересных решений, в основном финтековские решения. Одно очень классное до сих пор, это более чем миллиардное, но, к сожалению, я не акционер, а мог бы быть. ISO Options, это самая большая в мире платформа торговли опционами. И второе тоже, она до сих пор в Чикаго, это была одна из самых первых, Foreign Exchange. А я не знал, что ты разбираешься в опциях. Ты, знаешь, разбирался 20 лет назад. Ну, как виси немножко, немножко могу понять. Вот. А параллельно мы с моим другом Димой создали, Дима Дон, создали фотки.com, большой фотошеринг-сайт. Вот еще в конце 90-х он очень здорово вырос, до 25 миллионов пользователей. И в начале 90-х мы, это мой тогдашний очень хороший приятель Саша Сергеев, создал. Но потом, как бы, я этим занимался как CEO и руководил такую компанию игровой Epsilon Games. Более 70 игр мы написали для MSN TV, Microsoft TV и кучи других. Вот. И параллельно я преподавал в Нью-Йоркском университете. А в 2008 году нам несколько инвесторов сделали предложение по инвестициям в фотки. И как часть того, что, как бы, вот мы должны расти, я переехал из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Вот почти 13 лет уже назад. И здесь занимался фотками. Фотки очень здорово выросли. Но в 2008 году мы с моим партнером... А ваши программисты были в России или в Украине? Нет, в Таллине. У нас большой офис в Таллине. Да, да. Дима, мой кофаундер из Таллина родом. Вот. И параллельно я начал преподавать в Беркли. Пять лет преподавал в Беркли. Венчурный капитал, диджитал-мидиа. Начал инвестировать как ангел. И 10 лет назад, вот через несколько дней, кстати, будет ровно 10, мои старые знакомые, которые когда-то предложили 8 миллионов за 20% фоток, компания такая, русскоговорящая, многие знают, РБК. Вот. Они, ребята, продали компанию Прохорову. Аннексиму. И создали венчурный фонд TNT Investments, куда пригласили меня одним из партнеров. Я, как бы, изначальная моя реакция была, что, ребята, я ничего не знаю про венчурный капитал. На что мне ответили, да, но ты же ангел-инвестор и преподаешь венчурный капитал в Беркли. Неплохая учеба. Да, 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 очень неплохая учеба. С тех пор мы вместе инвестировали в 70 с лишним стартапов. Очень успешный фонд, if I may say so. Больше чем в 5 раз вернули деньги. И там еще очень много быстрорастущих компаний, которые скоро, я думаю, выйдут. Три уникорна, куда мы самые первые инвесторы. Райк, Болт и Пайпдрайв. Болт сейчас стоит 2 миллиарда, мы входили по оценке несколько миллионов. Пайпдрайв несколько месяцев назад по полтора миллиарда продался. По-моему, по 12 или по 15 миллионов входили. И Райк мы входили меньше, чем за 20 миллионов. Он продался за 2 миллиарда 250 миллионов. Это, конечно, здорово, но мне тоже интересно те сделки, которые не состоялись. Какие-то большие, юникорные, слоны, которые убежали. И вот почти расскажите, интересно. Конечно, конечно. Ну, самое рекордное, конечно, самый большой факап в моей жизни – это компания Pinterest. Это просто факап всех факапов. И факап факапович. Вот, а я… Богатый русский язык. Да, это правда. Я был очень юн и наивен, еще более юн и наивен, чем сейчас. И только-только начинал инвестировать 10 лет назад. И я еще по фоткам знал Джонатан Айбрамс. Это основатель Фрэнстера. Совершенно потрясающий чувак. Я его всем очень рекомендую. Очень классный. Вот. Он сейчас, кстати, инвестор. И я мало кого знал, но фотки были большие. Фрэнстер был большой. И я где-то там на каких-то панелях встречался с Джонатаном, тусил. И я написал нескольким там крутым людям, кого знаю, типа него, что типа Джонатан познакомил. Он познакомил, говорит, вот есть парень классный, Бен Силдерман. Вот. Поговори с ним. Это основатель Финтерест. Я поговорил, мне дико понравилось. Я спросил, какая бизнес-модель? Он говорит, no business model, man. Why do we need a business model? Я говорю, but you guys, you know, how are you going to make money? You know, this is business. Он говорит, you don't understand, dude. Have you just moved from, like, New York and shit? Я говорю, yeah, I did move from New York. Он говорит, okay, well, you have to understand, but what Pinterest is doing, it's hyper-gross. Just look at this curve. Look at this curve, dude. Потом Ричард. Примерно как Clubhouse сейчас. Да, 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 да. Ну только, ну там рост был просто уже колоссальный совершенно. Они где-то были тогда там 300 или 400 сайтом. И они росли невероятно, и они жгли, но уже сейчас, там, может, не сильный секрет, можно сказать, порядка миллиона долларов в месяц. Вот. И я был в ужасе, но мне дико понравилось. И мы с партнерами обсудили, и все такие, да ну ты что, у них на два месяца или на три осталось денег, и они погибнут. И мы сказали нет, и Бен говорит, really, don't worry, it's gonna be oversubscribed. И сейчас они стоят, я давно не смотрел, наверное, 20 миллиардов плюс-минус. Ну, то есть мы бы заработали с учетом dilution и опционов, наверное, где-то 400 миллионов по инвестициям. Вау, 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 вау. Да, да, это печально. Но, кажется, у них были проблемы с управлением. Я помню, Скотт Гэллоуэй жаловался на их бизнес-модель. Ну, как бы можно сказать, что и Бен, и все инвесторы, я думаю, русскоговорящие знают это выражение. Laughing all the way to the bank. Вот я думаю, что они laughing all the way to the bank. Проблемы, не проблемы, но Бен миллиардер уже в любом случае. Вот здесь, вот с Михаилом вы знакомы, конечно, да? И вот я вижу, вот Владимир, это же котик наш, да? Еще не поменял фотку, не успел. Да, да. Ну, здорово. А, Владимир, а куда ты сейчас идет? То есть, какие планы на будущее? И вот после пандемии все ускорится? Или вы также эффективно работаете сейчас? Слушай, ну, мы очень активно инвестируем. Я даже за нашу десятилетнюю историю не помню. Как я уже сказал, мы за последние четыре, по-моему, месяца сделали 16 сделок. Это, ну, просто вообще нереально. Ну, плюс у нас, плюс продалась компания PipeDrive, и, как бы, там больше 40 миллионов мы заработали чистыми. Вот. И, как бы, естественная идея была эти деньги как-то вредеплой. Вот. Поэтому мы активно инвестируем. Что происходит с EMT? Три вещи. Первое. Мы всегда, как бы, шарим вокруг и смотрим, какие новые сегменты. Мы впервые для себя с удивлением инвестировали несколько месяцев назад в Biotech, компания Volumetric, вот, которая делает искусственные кусочки органов человека. И вот, я думаю, в ближайшее время будет первой компанией в мире, которая распечатает человеческий орган. Это просто, вообще, unreal. Просто unreal. Абсолютно живой человеческий орган. Вот. И это первое. Второе. Мы публичная компания на лондонском AIM. Но мы впервые сейчас думаем создать второй фонд, который будет private company. Так что fundraising. И я активно занимаюсь fundraising. Вот. И третье, наверное, то, что происходит, это мы видим, что все ускоряется и что меняются вообще, как бы, все правила игры. И это ужасно круто, с одной стороны. И, с другой стороны, конечно, у всех есть, ну, то, что по-английски называется FOMO, fear of missing out. В английском, я не знаю, как бы, страх упустить то, что происходит. Ну, вот, я уверен, что мы заражены этим FOMO и что мы бегаем по рынку, я ночей не сплю. Поэтому, ребята, у кого есть стартапы, round day, приходите, давайте, я вот, там, я не знаю, куда вам писать. Ну, короче, находите шайфота, я единственный на свете. И пишите. Вот, друзья, здесь наверху, вот, пожалуйста, задайте вопросы. Вот, Игорь. Спасибо. Ну, мне, конечно, страшно больно находиться на этой встрече, потому что я Игорю уже пару недель назад написал, приходи, он сказал, это невозможно в принципе, это вообще не то, что я умею, я так много работаю и так далее. Я тебя очень люблю, но... Вот. А выяснилось, что не любит. А я Мэтту то же самое, Мэтт даже начинал с этого, я Мэтту говорил то же самое, но он преобладал, поэтому, Микаэл, зови, я буду. Вот, и у меня к тебе неудобный вопрос. Я вот только сейчас подумал, что у тебя же были все шансы стать по-настоящему успешным человеком. Начало 90-х. Ты спортсмен, приезжаешь в Москву. Ну, почему ты не крышевал палатки? Как ты думаешь, могла бы сложиться твоя жизнь? Конечно. Слушай, ну я никогда в весе больше 80 килограмм не достигал, как бы люди, которые держали палатки, они были по 120, по 130. Вот, поэтому это уже во-первых. Теперь мы знаем, почему же айфот занимается венчуром, он просто слишком мало весел. Конечно. Спасибо. Я надеюсь, что будет всем интересно. Слушайте, это, ребята, Голден. Ну, кроме того, что у него есть 40 миллионов, и явно его можно... Спасибо, дорогой. Ну, они не у меня, они у TNT Investment, я только один из партнеров, но да, я еще раз всех призываю, если у вас... Еще раз, ребят, мы не инвестируем в ранние стартапы, но там от Revenus порядка 100 тысяч в месяц я с удовольствием посмотрю, и там Revenus много миллионов с еще большим удовольствием. У меня только один вопрос, как будущий стартапер, который придет к Игорю. А он тот ПМ из 90-х до сих пор с тобой или уже нет? Это важный вопрос. Это, кстати, первый раз я публично говорю, он лежит в пруду у Новодевичьего монастыря, но только я знаю, где именно. Со спиренными номерами, надеюсь? Ну, ну что ж я, дурак, что ли? Конечно, конечно. Ну, от ответа уклонился, кстати, прошу заметить. Нет, почему? Я ответил, он лежит у пруда у Новодевичьего, в пруду у Новодевичьего. Того поэму бояться не надо. Не надо. Так, давайте пригласим потихоньку людей вот наверх. О, это Захар, я помню, я обещал ему. Так. Вот, Захар. Привет. Да, всем добрый вечер. Той, трой. Мэтт, Микаэль, да, Игорь, я очень рад вас видеть. Смотрим стартап котики. Лучший канал на ютубе, всем рекомендую. Спасибо большое. Мы стартап, ранней стадии, понимаю, что сейчас немножко дни не к вам вопрос, не по инвестициям. Хотел, мечтаем просто попасть в IC. Можете завести нас туда за ручку, а мы будем ходить по Калифорнии и говорить, что Игорь не вложился в Pinterest в свое время, потому что он копил деньги на нас. Захар, спасибо. Во-первых, на ты, если можно. Да. Три. Вот. А во-вторых, смотри, ну, там нет такой системы завести. Есть в 500 стартапах, те, кто там инвестировали, я там, по-моему, в 6 инвестировал стартапов, они периодически, ну, что-то в этот раз такого не делали, или они просто меня оттуда выкинули, они периодически рассылают инвесторам такую штуку, что, типа, хотите ли вы приоритетно порекомендовать какие-то стартапы. И я в прошлом году, когда был на... А, может, просто еще у них не было, у них не так часто наборы, как в IC. И они, как бы, как раз такое есть, но это совершенно такой, как бы, так сказать, абсолютно легализованный непотизм. Вот. И я рекомендовал несколько стартапов, кстати, по-моему, почти всех их и приняли. Не потому что я, а просто потому что хорошие стартапы были. Вот. В IC такой системы, насколько я знаю, нет. Может, там есть какая-то такая для более крутых людей, чем я, все-таки совсем юноша. Вот. А в IC такого нет. В IC я очень рекомендую, ну, ты знаешь, наверное, есть такая группа. В IC in Russian. Вот. И там, как бы, ребята и помогают, и так далее. Но там нет никакой такой легальной возможности. То есть там... Я там могу кому-нибудь написать в IC, но они не отвечают никогда. И более того, они, как бы, discourage такие вещи. И это не будет плюсом. Мы просто учимся у вас на канале. И все в один голос калифорнийские инвесторы говорят, что нужна рекомендация. Желательно заходить в акселератор через выпускников. Это лучшая возможность подобраться вообще, в принципе, к своим вещам. Да-да-да, это правда. Но там нет вот такой возможности, что, типа, там, знаешь, я там Майклу могу написать, что, типа, хэй, слушай, классные ребята, посмотри. Ну, просто потому, что у них такой огромный поток, что они, наверное, с этим не справились. Но 500 стартапов, да, вполне. Как бы, давай дождемся следующего самого. Супер. И на ты, пожалуйста. На ты, пожалуйста. Да-да-да, мы просто вынуждены выезжаем из России в сторону Ближнего Востока. Если есть возможность второй вопрос задать. Давай. Здесь сидят профессионалы. Да. Как вы оцениваете сейчас рынок Ближнего Востока с точки зрения того, что это сейчас рынок стартапа? Я имею в виду Сауди, и Эмираты, и Катар, и Махрейн. Слушай, ну вот у нас Володик и Дерим есть, который прям, я не знаю, Володик, можно ли выдать что-то там? Может быть? Да, я могу про Сауди и Дубай ответить. Смотрите, рынок, саудовский рынок, Venture Capital и Accelerator я внимательно отслеживаю. Но тут большая проблема, что... Поэтому, Захар, при всем уважении, но вряд ли вы сможете... Да, упала связь. Повторите, пожалуйста. Не слышно? Большая проблема в чем, Володь? Да-да, я говорю, что это рынок очень локальный, именно в Саудовской Аравии, поэтому сюда соваться бесполезно. Но денег очень много. То есть, если теоретически вы найдете саудовских фаундеров, по-фаундеров, то вы можете сюда переехать и здесь тоже заниматься ростом компании. Но рынок тоже очень ограничен. А вот Дубай, там как раз сейчас строится достаточно большой хаб, и правительство очень серьезно занимается привлечением. Спасибо. Там гораздо больше opportunities. То есть, в Дубае, я сам очень часто бываю в Дубае. Туда я очень даже рекомендую вам. Да, да. Я просто имею опыт, 4 года я жил в Эмиратах, и нас сейчас приглашает как раз Абудабский акселератор ХАБ-71. Ну и, конечно, в Сауде я понимаю, что без локалов это как бы невозможно. Они тоже есть у нас, несколько семей есть. И как вы оцениваете проект НИОМ? Мы вот применительны к этому проекту, как стартап. Вот хотели бы поднять у них как раз следующий раунд большой уже. Я предлагаю, давайте в офлайн отдельно с вами поговорим. Да, давайте, ребята, вы свяжетесь. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Всего вам самого наилучшего я вам напишу. Спасибо. Мэтт, спасибо. Да, конечно. Мало места здесь. Хочу, чтобы всем было видно наверху. Поэтому приглашаю вниз потом. Да, спасибо, Сахар. Окей. Следующий кто у нас? Сергей? Да. Спасибо. Игорь, привет. Привет. Большое человеческое спасибо. На коренстве смог сказать. Супер. В общем, вопрос такой. Ну, три каких-то больших инвестиционных идеи вот в технологиях. Ну, то есть, просто вот на ближайший год-два, которые выстрелят. Ну, по твоему мнению. Слушай, крутейший вопрос, потому что, если бы я знал, я бы там скоро бы уже стали Шайфотта, а не Андрифина цитировать. Но из моих догадок, как я думаю, я думаю, что онлайн-офлайн вот все еще и не преодолен. Вот те, кто правильно заштурмует вот эту границу между онлайн-офлайн, пересечения, амальгаму их, то, что оффлайновские вещи будут делаться онлайн. Я широко так теоретически говорю. Вот это очень круто. Вторая вещь для меня. Я очень люблю биологию, хотя у меня нет биологического образования. Я очень люблю там всякую нейробиологию и так далее. И все, что касается интерфейсов, там интерфейса человека и машины, потрясающее совершенно направление. Но новых вот таких ребят, вот типа волюметрик, которые просто распечатывают человеческие ткани. Ну, то есть, вот, ребят, попомните мое слово. Я там всячески читаю, слушаю Сэма Харриса, например, хотя он больше философ, но он нейробиолог, плюс ко всему. Совершенно потрясающе. Такой просто вот The New Frontier. Вот вы увидите, я не знаю, через год, через два или через пять. Но в биотеке просто будут какие-то взрывы. Вот то, что сейчас происходит у нас в космосе, это вообще офигеть. Поэтому те из вас, у кого есть там биологическое какое-то образование, блин, я вам завидую просто дико. Это абсолютно нереальная штука. И третья вещь, которая, мне кажется, поменяется, и в которую вроде бы как бы как вот тинейджерский секс. Everybody says they had it, but nobody really... Everybody's talking about it, but nobody had it. Все об этом говорят, но ни у кого не было. Это e-commerce, потому что все бегают и кричат, мы e-commerce, мы то, мы все. А ты смотришь на цифры, ну, никакие цифры. И там, да, можно потратить миллионы и вырасти, но что дальше? Я... Да, да. А что в e-commerce поменяется? Он же... Ну, то есть, бум уже был, и, соответственно, сейчас должно как-то кардинально что-то... Мне кажется, ничего еще не началось даже в e-commerce. В e-commerce есть новые крутые бизнес-модели, которые уже несколько лет работают. Например, подписка совершенно офигенная, но на которую очень многие так и не перешли. В e-commerce есть потрясающим для меня образом, почему до сих пор еще живы эти ритейл-магазины, и почему, зачем, как так получается, что все равно люди ходят в магазины, и магазины полны, несмотря на то, что, казалось бы, все в карантине, наладьте правильную доставку, сделайте так, чтобы человек не боялся заказать там помидоры и бананы вместо того, чтобы их выбирать самому, наладьте с 3D virtual fitting rooms правильно, вот как бы... То есть, куча таких frontiers, я не знаю, как сказать по-русски, незаштурмованных таких рубежей. Границ, да, наверное, которые надо штурмовать. Ну вот, такой длинный ответ, я извиняюсь. Понял, спасибо. Я что-то не понимаю, потому что, кажется, я трачу, наверное, 50% моих затрат, они связаны с онлайном, то есть это уже e-commerce, Amazon, да, что еще, Shopify, даже табак покупаю, то есть все, 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 все стараюсь. Конечно. И при этом ты же знаешь, что это там что-то 12 или 13% всего, то есть все равно почти 90% это все равно магазины. Я понимаю, о чем Игорь говорит, потому что Яндекс вот ускорил доставку, сделал 15 минут, например, еще в тестовом режиме они сейчас пускают. Ну, то есть, условно, и там доставка по кнопке. То есть, получается, не то, что ты ждешь, и слоты какие-то забиваешь, и ты просто, ну, когда приходишь, они тебе подвозят под склад, ну, там какой-то локальный, нажимаешь кнопку, и все. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо тебе. И за мастерство. Есть второй Сергей, пожалуйста. Да, всем привет, спасибо большое за слово и комнату. Я занимаюсь производством складных домов из дерева, и, в общем, мы пытаемся выйти на, там, через год или два с идеей, что это будет tiny house e-commerce, то есть, типа, малое домостроительство, которое можно будет строить по всему миру, типа, стандартизированные маленькие дома. Вот, вопрос у меня будет такой. Вот сейчас есть очень, мы очень много куда ходим, по всяким питчам, площадкам, на всякие ивенты, ну, до пандемии особенно активно сейчас меньше, потому что эти онлайн-эвенты в основном шейм и, как бы, не очень полезные, к сожалению. Вот, вопрос такой. Есть куча популярных тем, да, финтех, там, и коммерсы такие, сякие там, биотех, да, полно. Действительно, это очень, там, IT, естественно, да, и так далее, и так далее в широком смысле. Вот, а как, в общем, искать VC-с-адded value для тех, кто занимается чем-то нестандартным, вот, типа, деревянное домостроительство, то есть мы выходим там на заводы или еще куда-то, да, но это не совсем то. Мы хотим вот таких понять. Кто про sustainability, но все равно это не совсем то. Да, слушай, очень болезненная тема, абсолютно тебя понимаю. И, кстати, ты вот как раз штурмуешь одну из таких Frontiers, потому что то, что творится, конечно, со строительством домов, ну, это просто, ну, позорище. Вот, а я думаю, что, ну, во-первых, мы в стартап-котиках строим такую абсолютно бесплатную систему поиска инвесторов, которую можно будет любого инвестора найти, правильно к нему подойти, правильно с ним или с ней пообщаться и так далее, и так далее. Поэтому приходи через несколько месяцев, и будет в стартап-котиках полное бесплатное абсолютно решение, ответ на этот вопрос. Во-вторых, пока мы это не построили, но я могу только порекомендовать то, что я целый эпизод стартап-котиков снимал, можно найти, типа, как найти инвестора, или даже два, два даже эпизода снимал на эту тему. Ну, явно, ты знаешь, есть AngelList, на котором очень легко и удобно найти именно людей, которые по этой теме. Есть CrunchBase, по которой тоже можно конкретно находить инвесторов, конкретно понимать, какой именно темой они занимаются. Ну, и на худой конец есть старый добрый LinkedIn, в котором тоже можно писать, в котором периодически мне какие-то питчи приходят, там, правда, заваловики и всего, я редко захожу, но как бы это можно делать. Это можно делать. Но этот год, конечно, очень, прошлый, и, наверное, этот, это, конечно, очень классная, такая хорошая новость для всяких вот таких вот необычных, нишевых, не мейнстримовских стартапов, потому что в VC расселись все по домам, и теперь к ним добраться гораздо проще, потому что раньше мы тратили гораздо больше времени на фон. Спасибо огромное за ответ. Вот прям коммент по использованию сразу. AngelList, CrunchBase, в моем случае, это типа кровь из глаз в основном, потому что очень мало людей. А вот LinkedIn работает. LinkedIn реально работает. Всем советую, прям работайте. Ой, слушай, четвертый еще. Да, прости, четвертый еще. Meetup. Meetup еще. Meetup.org, потому что Meetup'ы стали, Meetup'ы стали гораздо больше онлайновые, и, кстати, они почти все стали бесплатные, раньше там денежек стоили. Вот. И ты там очень легко можешь нажать, там просто все, что можно делать, прям на тему. И там нетворкинг классный, да-да. Ну, как говорится, жди, вот мы выпустим, и можешь любого инвестора выпить платно, легко найти в котик. Да, приду, огромное спасибо, и за Meetup тоже, потому что не слышал, супер, очень помогли, спасибо. Классно. Спасибо, Сергей. Молодцы. Михаил. Ты следующий. Да, всем привет. Ну, меня подняли, видимо, чтобы покачать AI-адженду. Ну, я решил, мало ли вдруг есть что сказать. Вы же великий в AI, а Игорь вообще великий. Да. Нет, Игорь, очень рад знакомству. Взаимно. Взаимно. Я немножко сейчас, как всегда, потреплюсь, потому что, мне кажется, меня за это ценят, и задам вопрос. У меня есть, он будет такой, очень умозрительный, но он меня лично беспокоит. Ага. Вот, собственно, я из Sber AI, мы качаем AI-парадигму. Мы стали сегодня утром почти инвесторами. Это, может быть, кому-то интересно, из тех, кто в аудитории. Мы решились поддержать, ну, не деньгами, это сложно, мы поддержать решили мощностями, экспертизой. Один чудесный статап, если ребята здесь есть, можно их назвать? Не надо так вот. Можно порекламировать, коллеги-модераторы? Я думаю, что... Можно? Обознавать компанию плохо слышно. Да, я за рулем еще в пробке, сейчас, секунду. Которую мы решили помочь немножко. Ну, давайте, если коротко. Да. Rookie.tech, собственно, это еще неофициальное решение, мы будем долго строить новую процедуру, но смысл в том, что ребята построили свой стартап вокруг нашей технологии ROOTGPT3, модель генерации текстов, и мы поняли, что мы хотим поддерживать тех, кто использует наши open-source технологии. Возможно, это хинт для многих стартапов. Пока процедуры нет, но мы... Собственно, вторая история, что я наконец-то стал кофаундером, тоже вчера, это все, кстати, это все, кстати, clubhouse, обратите внимание. Кофаундер в истории с фотографией удаленной, я потом как-то вам расскажу, он явно на родной стадии, потом, может быть, обращусь. Михаил, это ваш вопрос. И вопрос, да, я же сказал, я чуть поболтаю. У меня всю жизнь, я много общаюсь с большим количеством фаундеров, адвайзи, стартапов, возникает вопрос, какая мотивация движет человеком, ну вот тот же руки.tech.startup, ребята делают маленькую бытовую вещь, ну то есть какая мотивация должна двигать человеком, чтобы он стал фаундером нового дела. Ментор, мои идеи крутые довольно часто, просто не проходят сенсор какой-то логичности, я просто не верю в них, или что. Вот хотелось бы про это говорить, спасибо. Слушай, да, хороший очень вопрос, я и сам не знаю, что движет, поскольку я тоже кучу всего начинал, и вот стартап-котики еще даже года нет, года нет, то что начинаешь, ты знаешь, мне кажется, вот кстати, интересная может быть дискуссия, Мэтт может даже сделать прям дискуссию, типа, что движет вами, чуваки и чувихи, мне кажется, что движет смесь из с одной стороны какого-то желания сделать мир лучше, что-то доказать и так далее, и просто какой-то бесконечной наивности, и вот, ну просто мне кажется, что без наивности с одной стороны ничего не будет, а с другой стороны я иногда смотрю, вот наш друг, Игорь Мацанюк, надо его тоже как-нибудь пригласить, он такой сразу же говорит, типа, что вы на букву Х занимаетесь, идите там вот на работу куда-нибудь нормальную, ну иногда он прав, иногда он не прав, ну как бы это что-то еще, the judges are out on this one, вот, я не знаю, вот мне кажется, что движут две вещи, первое, желание изменить мир, что такое доказать, и второе, бесконечная наивность насчет того, что ты можешь это сделать, потому что всем совершенно понятно, что живых героев очень мало, в основном герои мертвые. Спасибо, я соглашусь, потому что все мои инновационные проекты начинаются с недостаточной глубины знания предметной области, и понятия. Та же фигня. Вот, ребята наверху. Чуть-чуть, а сейчас секундочку, как конферанса, вот, Игорь совершенно прекрасно дебютировал в позиции Равина, ну, отвечает на вопросы за жизнь, вот, и в головном уборе, то есть, ну, нет ничего, чтобы его отличало. Шимон, расскажите, как настоящий Равин, вот, потому что тут-то поддельный сварщик, а вот вы расскажите. Привет, Игорь, привет. Привет, привет. Ну, во-первых, Игорь, тебе большое спасибо, ты нам в прошлом году офигенно помог советам. Дваима. Скорее всего, намного лучше. Очень рад тебя слышать и видеть. Слушай, надо помочь. Так, Владимир Сергей, Захар Сергей, спасибо. Я немножко организую здесь наверху сцену. Ладно, не обижайтесь, пожалуйста. Мэтт, спасибо, всем спасибо большое. Да, спасибо, конечно. Спасибо огромное, это было вам. Спасибо. Так, Шимон, говорите, пожалуйста. Да, секунду. Да, такая, я хотел спросить. Ой, связь, кажется, плохая у вас. Или у меня, кажется, у вас. Вы смотрите вообще в сторону Израиля? Слушай, ну, если ты говоришь вообще, в принципе, про ВИСИ, то да, и мы инвестируем, и там у нас один из членов команды вообще и в Израиле живет, и там много времени проводит, вот, ну, иногда в Москве, иногда в Израиле. Ну, у меня вообще, кстати, тоже может быть интересная такая тема, поскольку русскоязычных в Израиле очень много, в том числе и присутствует здесь, и в том числе и на сцене. Очень интересная тема, мне кажется, вот Асием, это еще такая идея, сори, что я там фонтанирую, но, может быть, как раз сделать такой, как раз дискурс насчет того, как израильские стартапчики отличаются от, там, долиновских, от... Я думаю, это даже к Микайлу вопрос скорее. Да, да. Ну, или к другому Игорю, другому Игорю, Рябенькому, правда? Рябенькому, ну, да. Даже его. Да, я бы там привел бы, типа, вот, ребят, которые здесь, в долине, да, и тех, которые в Израиле, ну, вот, типа тебя. Давайте сделаем. Да, мне кажется, может быть очень интересно. Ну, я не знаю, Отличная идея. Я давайте сделаю такой маленький контроверсии тому, что я скажу. Я обожаю Израиль, obviously, да, моя фамилия ивритская, вот, ну, как бы Шефет, на самом деле. А что это значит, по Евреям? Шефет, это такой очень... Шефет, это очень такое... Во-первых, это название одной из книг Торы, тут уже, Шимон, я совсем на твою территорию захожу. А во-вторых, как историк, я все-таки, тут уже моя территория, как историк, я знаю, это очень своеобразная такой был пост, это был такой выборный администратор, который вел войны, был судьей, и был такой, как бы, типа, магистрат, временный, временный судья и временный военный вождь. Одним из шефтимов был Самсон, который разорвал пасть льва. Да, да, да. Рвешь пасть... Не знаю. Котиком. Котиком, да. Дошел на котика. Но мое, сори за длинное глупое вступление, но мое такое вот внешнее ощущение по поводу израильтян, израильских стартапов, опять же, сейчас кучу народа оскорблю, а кучу народу, наоборот, там подниму, мне кажется, что в среднем гораздо более агрессивные и в хорошем, и в плохом смысле, чем стартапы в долине, ну, наверное, связаны с местом пребывания и с дружеским окружением Израиля, а гораздо более заточенные под... с гораздо большим драйвом в среднем, чем американские, заточенные под рост, успех, движ, продажи, вот это вот все по бизнесу, это очень-очень круто. Обожающие, продавайте, прям вот живущие, ну, это, наверное, какая-нибудь национальная черта, это уж я, как еврей, могу сказать, не боясь, продавать, 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 как вы помните, Глэм Герри, Глэм Рост, ABC, Always be Closing, вот, и это такие... Афинсер Клозерс. Да-да-да-да-да, I have three prizes. Вот. Значит, и это, в принципе, как бы сильные стороны, хотя у агрессивной есть и слабая сторона. По количеству вот израильтян, с которыми я общался, стартапов, которые, там, обивчивые, абрейсив и так далее, и так далее, ну, вообще никто даже близко не стоит. Ну, может, это связано, там, опять же, с русским окружением страны. А оборотная сторона, те вещи, которые, на мой взгляд, слабости, абсолютно типично, что израильский стартап отдает просто огромнейшее количество equity очень рано, и там подходит вот просто больше, чем кто бы то ни был, и подходит уже даже там к раунду A или B, там где у фаундеров уже 20% остается, это какая-то фантастика, не знаю, может такие агрессивные инвесторы в Израиле, в общем, это очень странно. И вторая вещь, это некая, которая мне не очень нравится, это некий такой sense of entitlement, которому даже долинам может еще поучиться у израильских стартапов. Мы мега суперкрутые, ты вообще ничего в этом не понимаешь, мы вот тут строим там суперштуку, а то, что ты этого не понимаешь, это ты там сам дурак. Ну, как бы окей. Ну, вот мое такое ощущение. Слушайте, могу перебить немножко, я забыл объяснить вам, что кто-то у нас записывает вот эти разговоры, да, и я пригласил всех наверх, да, а вы, я надеюсь, согласны с тем, что вот кто-то записывает у нас. Все согласны, мигайте микрофоном, пожалуйста. Мне так хотелось бы из вредности сказать, что вот я совсем не согласен, но мне нельзя, на спортивная дисциплина мне как бы никак нельзя, но жалко, жалко, такой был бы обломчик. И, кстати, можно пригласить наверх человека, который, возможно, задаст нам вопрос на английском языке. Это Джессика из NBC. Вот вдруг мы завтра будем в Today Show. Так, я приглашаю. Джессика, if you have a question, I'm going to invite you up right now. I hope I'm not putting you on the spot, but I'd love to just hear your voice, because we've only communicated by email. So, here we go. So, you press a button to come up to the stage, or you can consider it a couch, actually. Hello. Hey, Джессика, how are you doing? I'm doing well. Thank you so much for allowing me to record this and be a part of this conversation. Oh, wonderful, wonderful. So, what do you think so far? Do you understand anything? Bits and pieces. Only what was in English, not in Russian. But this is actually perfect. So, I don't know if you explained this in Russian, but we are really just so excited about how Clubhouse has really done so much. And with these different clubs that you guys have created, where people from all around the world, speaking all different languages, can come together and discuss things. So, we're just kind of looking to feature bits of sound of that in our piece. So, this really works perfectly. Yeah, we've had some wonderful experiences here. So, my daughter, Asya, or Anastasia, started this club in, what was it, October? Yeah, late October. Right. And then, this year, the growth has just been tremendous. And we've had so much fun experimenting, you know, making all kinds of crazy rooms that seemed to make no sense at the time. But sometimes, they catch on. And you meet interesting people and have good times together. So, yeah, that's amazing. I think it's particularly beautiful how Clubhouse changes the social norm of social media from a one-to-many model to a many-to-many model. You actually have cross discussions and collaborations and inspiration happening as if it's a real-life space. It's really beautiful. And it's also great when you can pull old friends into this platform. Some people just do not want to come here, but we managed to get Igor here, and we're having a great time. Matt was just telling this story, which is absolutely true, and Mikael was chiming in how both of them, independently of each other, were saying, Hey, Igor, can you come on? I'm saying, Ah, guys, come on. There's no way. I'm just too busy. Yeah, and you jumped into an experiment last night. So, we put together this experiment. So, Igor has a show called Startup Kittens, and we have the club, Dacha Club, which is a summer cottage. So, we thought, well, you know, the startup kittens are sleeping in the Dacha. So, we created a room, and all the people who get to the stage, they had to change their photo to a kitten, otherwise we wouldn't let them up. And we just, you know, spent the night, you know, chilling there in the Dacha all night. So, it was a nice little experiment. It was a lot of fun. Moreover, to a sleeping kitten. So, it was a bunch of sleeping kittens in the silent room, and people were saying, What's going on? Yeah, you were nervous there in the beginning. People were pinging you, like, What do I do? I don't know. Yeah, and I sent you, like, five or ten SMSs, like, Man, shouldn't I say something? People are saying, Igor, what's going on? Something is wrong with your microphone? We just came here to listen to you. You could have meowed. That would have been acceptable, right? A couple of people did. I think I'll let Gossip have meowed a couple of times. Good stuff, good stuff. Okay, well, with your permission, Jessica, we're going to go back to Russia and continue our Q&A here. Of course. I just thought, that's what I was going to do. I just thought, that's what I thought. That's what the committee will be with God. And tomorrow, those who have been with the 9th, which live, look, they'll look. They'll get there, they'll get there, they'll get there, they'll get there. But I'm afraid that he'll never be the only one. He'll be the only one. He'll be the only one. He'll get in the environment, he'll get in the environment. Yeah, yeah. In the 90s, the 90s, it was a good one. Who knows, who knows. Ну вот, мы еще и молодежь распугаем. Все, Мэтт больше не хулиганит. А, кстати, Игорь здесь новичок. Заполвайте его, пожалуйста. Можно, наверное, достичь тысячу фоллеров. Потому что 941 сейчас. Было бы здорово выйти из комнаты на тысячу. Более того, если Игорь начнет говорить голосом Аллы Пугачевой, то будет 4000 фолловеров за 40 минут. Это позавчера было. Ну-ка, ну-ка, Игорь, давай. Я не знаю, что это. Микайл явно что-то имеет в виду. Спасибо. Это наши тут свои легенды. А, понял. Кто следующий в очереди? Это Александр или Стэйсин? Александр, да? Да-да, меня слышно? Да, слышно. Да-да. Отлично. Благодарю за возможность задать свой вопрос. Игорь, нас, похоже, объединяет одна интересная вещь, то, что мы эмигрировали в один и тот же год, 96-й. Ну, по математике получается. Да, очень здорово. И, на самом деле, я думаю, что встречались просто в определенных местах. Мой вопрос вот какого характера. То есть мы говорили о различных трендовых технологиях, как искусственный интеллект, AI. Мы говорили о трендовых стартапах израильских, которые, собственно говоря, ты совершенно правильно подметил две вещи, которых я очень часто замечал сам, и коллеги тоже говорили. Вот. Мне бы хотелось поговорить вот о таких вещах очень коротко. Первое – виртуальная реальность. Вот. Что ты думаешь как инвестор про… Именно не про игры, а про applications такого рода, как медицина, обучение с точки зрения виртуальной реальности, с точки зрения инвестирования тебя как инвестора, интереса твоего. И вторая вещь, я, насколько помню, вы инвестировали в компанию, которая называется Mainframe. Она занимается децентрализованной финансами. Вот. И мне интересно твое мнение по поводу того, что, ну, собственно говоря, там была интересная история, что они подняли деньги от Angel Investors, а потом пошли на ICO. Вот. Каким образом, как бы, вот эта история… Ну, тебе было интересно, что ты выучил из того, что, ну, как бы, произошел ивент ICO, и какие выводы в будущем, как бы, ты можешь поделиться с нами именно с точки зрения вот таких нетрадиционных ICO, STO, типов инвестирования. Спасибо. Нетрадиционная финансовая ориентация. Или нетрадиционная ориентация финансовая. Совершенно верно. Я пытался по-русски это сформулировать. Да, да, да. В общем, да. Ну, смотри, там сложно все с Mainframe было. Мы, действительно, первые инвесторы, действительно, они аж целых два сделали пивота. И два раза, кстати, по-моему, единственная компания, кого я знаю, кто два раза даже переименовывался и менял два раза бизнес-модель. Но там безумно талантливый основатель Микхаген, который когда-то продал компанию, по-моему, за 100 или 150 миллионов, который занимался учебниками. Сама идея была очень интересна. Изначально первая их идея была, мне кажется, гениальная. И они ее так и не сделали. И кто-то, может быть, ее сделал. Это была идея, связанная вот с моим поколением таких олдскульных людей, которые сидят в e-mail, и там те, кто меня знают, знают, что я очень e-mail такой человек. Я свой e-mail оберегаю и только даю, когда я действительно хочу, чтобы человек мне написал. И часто проверяю. E-mail для меня очень удобный. Почему? Объясню. Потому что я могу удобно разложить по папкам, я могу протегировать, я могу сделать людей там приоритетами, неприоритетами, я могу заблокировать, я знаю, когда мне отвечать и что, мне легко приотачивать. В общем, миллион всяких вещей, которые там есть. i-mail для меня дико неудобен, потому что какие-то незнакомые мне люди, ну, просто незнакомые люди начинают мне писать и прерывать меня там по совершенно левым вещам, которые не нужны. Ребята, изначальная их идея, андрип она называлась, она была как раз делать такой микс, гениальная, мне кажется, идея, нам она дико понравилась. Делать микс файловой системы, e-mail клиента, instant messenger, и просто было гениально. Но вес идеи был такой большой, что у них не получилось. По поводу того, что они сделали ICO, это было для нас неожиданно, финансово, ну, не раскрывая там каких-то тайн, это, в общем, сработало достаточно просто и понятно. То есть они выпустили достаточное количество токенов и конвертировали акции preferred stock инвесторов в компании в эти самые токены. В общем, инвесторы не только мы все это дело получили, поэтому как бы нормальное к этому отношение. По поводу VR абсолютно согласен, что это такой the next frontier. Единственное, что я, поскольку очень много лет вот слышу, что вот it's coming, it's coming, it's happening, it's happening, я не вижу такого вот большого adoption. И слишком длинно, я просто не хочу длинно говорить, слишком много резонов, почему этого не происходит, но мы действительно инвесторы и в virtual reality, и я на бордах в обеих компаниях, что значит, что нам и мне это очень интересно. MelScience – это virtual reality education в Лондоне. Кстати, русскоязычный основатель. Вот, это virtual reality education математики, химии, физики, совершенно потрясающие ребята. Вот, и также я на борде, и мы инвесторы в другой virtual reality, но это virtual reality training действительно в играх. Мне очень нравится стартап, который мы рассматриваем, и я все еще жду, что, может быть, вернемся к этому в этом году, который называется Tesla Suite, вот, который Сережа Дороничев привел. И основатель там совершенно потрясающий. Очень-очень мне нравится. Вот как раз Сергей поднимает руку. Вот, очень-очень мне нравится, и я верю в то, что они делают. Они просто совершенно меняют. Вот, то это такой haptic suit и haptic gloves, вот, которые просто тебя погружают в то, что ты делаешь, и они идут и в медицину, и в NASA, и в кучу всего другого. Вот, вот я вижу как раз знакомое у меня лицо Сергея. Вот, это дико круто. Привет, всем огромный привет. Привет. Да-да, вот про тебя как раз ты слышишь, говорю. День дико круто. Всем очень приятно. Спасибо тебе огромное. Да-да. Ну, вот как-то так. Кстати, про VR тоже. Слушайте, Ася и Мэтт, простите меня, что я уже такой, прямо нагло такой сижу и вам рассказываю, что вам надо делать. Ну, как бы я ценю, когда вот котики приходят и дают идеи. Вот, кстати, тоже очень прикольная идея такую сделать дискуссию, типа там VR, это действительно будущее или это какой-то такой фэд? Так, кстати, Игорь, ну, мы немножко говорили вчера, что мы хотим найти дом для котиков здесь, на даче. Так что будем просто очень рады. И мы ужасно будем рады. И тоже эксперимент со спящими котиками, конечно, был гениальный. Просто гениальный. То есть, сколько у нас времени осталось, Игорь? То есть, сколько? Ну, я бы хотел минут через пять сбежать, если можно, просто у меня уже другое. Вот. Но если пять минут еще меня потерпите, будет здорово. Пять минут. Это мало мне. Я вернусь еще. Приглашай еще. Я вернусь. Мне очень нравится. Можно на закушку? Думаю, что это быстрый исторический вопрос. Как историку. Ага. Значит, Игорь, ну, во-первых, ты историк, во-вторых, ты занимался инвестициями в разных формах до того, как стало это модно. Да, да, да. Какая динамика? Это стало модно, там, всякие YC здесь, там, не знаю, Free и прочие в России популяризовали статаперское движение. Как это повлияло на качество команд, идей, бизнесов, которые приходят на ранних стадиях к тебе? Дмитрий, во-первых, рад тебя слышать. И действительно, тут в Клабхаусе общаешься с людьми, с которыми уже долгое время, в прошлом году, последний раз виделись. Значит, по-моему, перед карантином, да, где-то была ТУСа, где в очередной раз пересекались. Вот. Для динфорта. Да-да-да, точно. Слушай, ну, отличный вопрос, и как раз хорошо заключить. Как я это вижу, ребят, не настаиваю на том, что это правильное видение, это такое видео. Видение с шестка венчурного капиталиста. Ну, и я плюс к тому, я еще и ангел, но я инвестирую теперь только на поздних стадиях, я больше не играю в эти ранние игры. Тут такой есть парадокс, очень-очень интересный, тоже такая большая-большая тема, в которую можно и в стартапах, наверное, дальше раскрыть. Он заключается в том, что по мере того, как компания растет, вероятность ее успеха, ну, это же понятно, математически увеличивается, да. И если ты инвестор на раунде B и C, у тебя фейл стартапов может, ну, просто даже не быть. Вот. А если ты ангел-инвестор на ранней стадии, ну, холишит, ну, у тебя больше погибших стартапов всегда. Или там погибающих, или на лайв-сепорте, или, ну, просто ангелы, это просто ангелы. Вот. А поэтому то, что делают для ранних стартапов, акселераторы, YC 500, Alchemist, X-Stars, это просто фантастика какая-то. Они такие молодцы. Я всем советую, ребят, вот сотый раз всем советую, те, у кого ранние стартапы, обязательно идите в акселератор. Вас правильно отформатируют, вам дадут очень нужные системные знания, вам дадут офигенский нетворк. У вас на выходе, особенно там в YC, ну, там, в меньшей степени, в X-Stars 500, в Alchemist, будет просто толпа совершенно инвесторов, которые жадно будут внимать, внимать тому, что вы говорите и так далее. Это очень-очень круто. Что касается того, что происходит с ранними стартапами, я думаю, что да, я согласен, меняется в лучшую сторону. Если вспомнить, что было там 10-12 лет назад, то вот уровень такой sophistication ранних стартапов, ну, просто, ну, вообще в сравнении никакое не идет. То есть зачастую приходят ребята, которые уже знают, и как, ну, вот на VC кухне, например, приходят стартапы пичить, слушайте, ну, я не знаю, там, я, может, кто-то не нравится, там, с кем-то не согласен, но сказать, что там какие-то там отстойные, извиняюсь за такое слово, какие-то стартапы, я не сказал бы, классные, офигенные ребята. А там 10-12 лет назад, не потому что люди глупые и так далее, но просто люди приходили, ну, с такими наивными, там, типа, вот рынок 20 миллиардов, мы возьмем 10%, дайте 10 миллионов по оценке 50%, продукта пока нет, ничего пока нет, ну, просто вообще не о чем говорить. То есть, первое, акселераторы очень помогают, второе, инвесторы по мере опыта, по мере приобретения и опыт сын ошибок трудных, по мере приобретения ошибок трудных, ты понимаешь, что инвестировать надо все-таки позже, и инвестировать, я очень извиняюсь, присутствующие здесь ранние ангелы, но инвестировать раньше можно, очень рано можно только, если или ты дикорисковый человек, или ты безумно глубоко знаешь какую-то свою тему, там, тот же virtual reality, например, да, и ты просто вот знаешь, что это сработает лучше, чем другие. Во всех остальных случаях, чисто математически разница между оценкой раннего и чуть более позднего стартапа, она недостаточна для того, чтобы, на мой скромный взгляд, в ранние стартапы инвестировать. Но мне кажется, вот отвечая, Дмитрий, я немножко расширил, как бы, да, отвечая на твой вопрос, офигенно то, что делают акселераторы, совершенно нереально, всем дико их советую, и всем инвесторам не советую слишком рано инвестировать в Сори. Отлично, спасибо. Тебе спасибо. Да, я боюсь, что вот времени совсем мало, вот, надо заполовить друг друга, вот, у Игоря 982 фоллвера. Было бы, ну, 18 человек есть внизу, которые не успели заполовить Игоря? Давайте, давайте. Мэтт, ты лучший на свете хастлер. Ребят, я очень был рад, очень классно поболтали. Если вы продолжите, я отойду, может быть, там следующий момент. Игорь, останься со мной на 5 минут. Да, давай. Привет. Привет, дорогая. Мэтт, Ася, привет вам тоже. Я вот все видела, ссылки у IC Founders в нашей группе на дачу. Вот сегодня зашла и сразу попала на всех вместе в одном месте. И на Игоря на всех. Привет. И Дима, привет, да, всем привет. Мы с Лешей вас слушаем уже весь вечер. А я тут о вас добрые вещи говорю. Да, да. Привет. Да, мы Legion Farm, мы проходили Y-комбинатор, мы хотели просто дополнить про YC, но ты, в общем-то, сейчас все сказал. Мы вот сидели, кивали головой, да, что сейчас это стало максимально актуально, проходить в акселератор. Ну, там, во-первых, были, извините, что я тоже в клинике, был человек, который спросил совет, типа, как попасть в Y-комбинатор, и можете ли вы, пожалуйста, сделать референс. На самом деле, для того, чтобы попасть в Y-комбинатор, вам нужен не референс, а вам нужен тракшн. И этот тракшн измеряется деньгами, конечно же. Это самый лучший способ попасть в акселератор. Это иметь тракшн в деньгах, желательно в пятизначных значениях, в шестизначных еще лучше, желательно, чтобы оно росло по 20% в месяц, да, и, может быть, вообще кратно предостало месяца к месяцу, тогда шансы увеличиваются значительно. И если ты фаундер, который хочет зарейзить раунд, то ты пока что фаундер без какого-то мега-крутого бэкграунда и крутого имени, и тебе там, ну, в общем, у тебя есть проблемы с тем, чтобы поднять, у тебя нет входящей большой инбаунд воронки инвесторов. Стейзи, я боюсь, что что-то не так с твоим голосом, то есть изменился резко. Это правда, нас здесь двое. Да, мы Леша и Стаси из Vision Farm. Вот, и если у тебя нет большой входящей инбаунд воронки инвесторов, то самый крутой, конечно же, способ – это попасть в, там, допустим, топ-4, топ-5 акселераторов, Y Combinator, 500, Alchemist и вот это все, что перечисляли, потому что после акселераторов количество инвесторов на входе, которые хотят тебя проинвестировать, колоссальное. Там и оценка сильно вырастает, там и вероятность раунда вырастает очень сильно, потому что, например, в Y Combinator в этом бэче 90% стартапов взяли деньги после бэча. При том, что там… У вас будет вопрос? Спросите. Нет, мы хотели вам всем передать привет и попрощаться, раз уж мы прощались. Мимо вас, Леша. Да, Леша решил добавить. Ну, спасибо, мне кажется, очень полезно было для… Да, да, все, всем спасибо. Спасибо огромное, Игорь. Спасибо огромное. И мы будем чаще здесь бывать на даче с тобой и с котиками. Слышите, да, и я очень всем, во-первых, прежде всего Асе и Мэтту огромное-проогромное спасибо, во-вторых, всех, конечно, зову в стартап котики. И, кстати говоря, посмотрите, обязательно был очень классный вчера The Garage. Я не знаю, тут ссылки же как-то не опубликуешь, жалко. Спасибо тебе, Игорь, огромное. Ой. Да, спасибо, Ася, спасибо. Не-не-не, спасибо. Игорь, а ты приходишь на Clubhouse стартап котиков? Да-да-да, да. Я, кстати, был там на пять минут, забегал сегодня. Но я просто хотел сказать, что вчера было офигенское интервью у нас в The Garage стартап котиков с Мэттом. И я очень советую вам посмотреть. Я не знаю, Мэтт где-нибудь, может, запустит. На Фейсбуке, у тебя, у меня. Игорь, у тебя просто под дневной выходит уже теперь. Ты просто скоро будешь в мегаплодисменте. Все смешалось. Да-да-да. И день, и ночь. Вообще, я представляю. Могу поставить музычку стартап котиков, если Ася и Мэттом. Давай, давай, давай. На прощание, на прощание. А вы слушайте, вот пять, пять, пять людей надо найти. Пять людей. У тебя почти тысячи. То есть не хватает пяти. Ладно. Мэтт у меня хастлер номер один. Пойдемте, дорогой. Ну что, ставим стартап котиков? Под музычку подписываемся на Игоря. Давай, давай. Поставь музыку. Обожаю. Юрий, привет. Юрий, Юрий, пивоваров там внизу, Игорь. Да-да, вижу. Юрий, надо подписываться на Игоря. Ой, получилось, поздравляю. Ой, тысяча подписчиков. Вот я очень рад, Игорь, я рад. Спасибо, друзья. Очень сильный финн. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, обнимаю, Игорь. Обнимаю. Всех обнимаю. Ася, Мэтт, все остальные друзья. Сорри, не успею даже всех моих друзей тут перечислить. Хорошего дня. Я тогда побегу, да? Да, давайте. Пока-пока. Пока, Игорь, пока. Сорри, не успею. Сорри, не успею. Сорри, не успею. Игорь, не успею.